Как-то раз Илон Маск попытался продать свой твит, привязанный к NFT-токену за 1 миллион долларов, но обломался. Спрашивается, чему же главный криптотролль мира рассчитывал? NFT поначалу был задуман как способ создателям цифрового контента заработать на коллекционерах, геймерах и просто ценителях искусства. После из-за таких личностей, как основатель компании Тесла, оно обрело популярность. Сифровый художник Финкальман продал свой NFT-творение за 70 миллионов долларов. Неубедительно? Тогда, согласно данным агентства Reuters, объем продаж NFT за первые 6 месяцев 2021 года превысил 2,5 миллиарда долларов, что свидетельствует о высоком интересе к NFT во всем мире, другими словами, резкий рост популяции халявщиков. Даже вы сможете заработать в NFT, если придумаете хоть что-то, чего можно сказать оригинальным и сумеете продать в биржах. OpenPunks, пожалуй, один из самых доступных сервисов, который предлагает вам продать свое искусство NFT быстро и легко. Сначала вам нужно понять, что вообще из себя представляет NFT. Все мы знаем технологию блокчейн, которая обеспечивает безопасность и анонимность пользователям, и по такому принципу работают все крифтовалюты мира. Даже если кто-то сумеет взломать одну ящейку, остальные блоки останутся целыми. Блокчейн и крифтовалюты существуют уже не первый год, но именно NFT появился всего несколько лет назад. По многому они обязаны своей популярностью криптокайтис, где нужно выращивать и разводить виртуальных криптокорчек. Стоимость одного такого котенка иногда может превышать сотни тысяч долларов. Немаловажную роль сыграла и связь NFT с крифтовалютами, а также тем, что во время пандемии на фондовых рынках появилось множество новых непрофессиональных игроков, которые желают заработать. Но самое большое влияние на популярность этих токенов сыграли громкие имена, которые активно подогревают интерес к теме. Каждый день можно прочитать новость о том, как очередная знаменитость что-то продавала в NFT за огромную сумму денег. Одно дело, когда об этом NFT говорят в узких крифтографических кругах, и совсем другое, когда в игру вступают такие информационные гиганты, как Илон Масс, Марк Сукерверк. NFT то же самое, что и биткоин. Самое главное отличие от других криптовалют, каждый NFT уникален и неповторим. Биткоин это простая валюта, сколько их не было, но они друг друга повторяют. Почему нужна такая уникальность NFT? NFT прикрепляется к цифровому контенту и превращает его в токены, то есть, например, вашу картинку превращает в криптовалюту, если грубо говоря, конечно. После этого NFT можно продать в биржах и обменять его в реальные деньги. Хотя по задумке NFT токены создавались как возможность создателям цифрового контента заработать на своем творчестве, сейчас главное направление это монетизация трафика популярности. Отличным вариантом, как я раньше говорил, является OpenPunks. В общей сложности система имеет 10 тысяч OpenPunks, составляющих из различных комбинаций атрибутов. Затем пользователи смогут приобрести эти наборы атрибутов и использовать их для создания своих собственных произведений искусства NFT в форме OpenPunks, отображая их в виде изображения или видео. OpenPunks можно обменять или продать на геть. Как вы сами и видите, каждый человек может выставлять на продажу свой придуманный мем, если кто-то его покупает, и у ZD можно обменять на реальные деньги. Скорее всего, если вы не популярная личность, ваше его творение за миллионы вряд ли будет покупать. Но кто знает, возможно, ваш мем станет легендарнейшим, и цена ему будет миллиарды. Например, 10 лет назад на Ютубе появилось видео на Нинкад, которое быстро набрало популярность и разослошь на мемы, которые и сегодня не до конца мертвы. В незамысловатом ролике анимированный пиксельный кот летит по небу и оставляет за собой следить с радуги. Автор видео Кристофор Торец в прошлом году продал NFT-гифку со своим детищем за 580 тысяч долларов. Если я смог вас заинтересовать, тогда найдите ссылку на гейт-йо в описании и получите 20% скидку на торг-комиссии. А также рядом находится ссылка на мой телеграм-канал, переходя по которому вы найдете новости криптомира и еще много чего интересного. Обязательно переходите и подпишитесь, пожалуйста! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok